Привет, дорогие зрители канала! Сегодня у нас в распаковке фигурка по игре Assassin's Creed Revelation. А если перевести, то Assassin's Creed Откровение. Фигурка главного героя игры. Это аудитори де Ференсе. Непосредственно это уже его становление, заключительная часть игры. То есть он уже прибывает из Италии в Массиаф, где ищет непосредственно яблоко Эдема и все те сокровища, которые хотел сохранить Аль-Таир ибн Аллахат. Получается, что история игры отправляет его в последующем. Для того, чтобы найти все ключи Массиафа, отправляет его в Константинополь. Интересная часть, мне очень она нравится. Своими новинками, это и крюком, и дымовыми, и различными еще бомбами. Довольно-таки неплохая игра, и место действия меня, конечно, завораживает. Очень здорово там сделан Константинополь. Так, у нас здесь на лицевой стороне надпись Assassin's Creed Откровение. 38 точек артикуляции указывает производитель. Это аудитори Ментер. Так, что у нас здесь? Меч, клинок, крюк, арбалет. Даже присутствует. Тут какой-то кортик. Да, вот точки артикуляции все схематически изображены. Данная фигурка еще, в принципе, вот в таком варианте выпускается. Оникс Ассасин. Но у нас будет распаковка непосредственно именно Ментера. Так, ну и здесь Player Select. Отсо аудитории за Ментер. Ну что, ребят, приступим к распаковке. Друзья, фигурка Отсо аудитории Деференция по серии Assassin's Creed Revelation у нас уже распакована. Обратите внимание, вот в его облачении. Такое же у нас оно, как и по игре. Такое зеленовато-серое что-то в таких тонах. Есть серебро. Присутствуют на наплечнике. Серебряные вставки на поясе есть для крепления кинжала. Сам кинжал серебристый. Поношь кинжальный тоже серебристый. На сапогах узоры есть. Серебристые. Ну, на самом вот этом его плаще. Так. Ну, и отдельные вставочки. Тут серебра, конечно, на костюме еще присутствует. Вот. Еще обратите внимание, что данная фигурка у нас креплена даже вот, получается, шурупами. Не знаю, для чего так оно сделано. Может, для какой-то пущей надежности. Но, тем не менее, оно так есть. Вот. Наплечник левый у нас получается меховой какой-то. Ну, да, в игре так и было. Он меховой. По покраске все хорошо, красиво, однородно выкрашено. Схожесть с оригинальным персонажем имеется. Замечательно. Даже вот у него такая борода уже. И на капюшоне здоровский вот такой вот узор у него. Тоже хорошо сделан. Разводами такими серебристыми. И еще обратите внимание, у него шея не голая. А там именно какой-то нашейный платок. В арабской тематике. Скорее всего. Ну, по крайней мере, повязан таким же образом, наверное, как и Арафатка вяжется. Вот. И здесь вот еще такой вот есть. У него символ. Вот. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть крюк-хват, который он приобрел уже, получается, в Константинополе. Это на правой руке. А на левой руке у него скрытый клинок. Но он вот в таком только положении. Вот он, как бы, получается уже частично выдвинут. И все. Его не заправить обратно, не выдвинуть дальше невозможно. Эта рука у нас еще также является рукой для держания одного из аксессуаров. Я его покажу вам попозже. И эта рука, получается, правая у нас тоже в кисти открыта для держания оружия. Здесь у нас будет меч. Крюк у нас достается чуть-чуть. Вот на такую вот величину. И точно так же обратно, в принципе, он у нас прячется. Вот. То есть не мешает. Кинжал, кстати, у нас тоже из поножей достается. Ну, в руку его не вставишь. Он слишком мелкий. Он больше как аксессуар сделан. Вот. И его обратно можно заправить. По точкам артикуляции голова у нас совсем чуть-чуть ходит. Мешает ей капюшон, который, в принципе, ограничен наплечником, вот этим правым. То есть она, ну, чуть-чуть небольшое движение имеет, и все. Руки у нас двигаются в плечах, в локтях. И поворот имеют и там, и там. И чуть-чуть двигается у нас кисть. Чуть-чуть. Это на левой руке. Ну, и на правой руке все идентично. Крюк я вам уже показал, ребята. Да, вот тут даже и то движение побольше будет. Вот. В поясе у нас поворота нет, но есть движение вверх-вниз. Вот такое вот. Ноги у нас полностью двигаются. Двигаются также они еще и в коленях. И имеют поворот. В ступнях двигаются. И что очень интересно, еще даже вот есть движение в носке. Ну, для лучшей устойчивости. Наверное, ну, так как фигурка у нас идет без подставок каких-либо дополнительных, можно ей позу придать, любую, и благодаря вот этим носочкам как-то более детально это все дело выстоять. Вот, к примеру, как-то сейчас постараюсь что-то сделать. Ну, вот что-то типа такого варианта, или лучше даже, наверное. Вот так. Вот. А теперь по аксессуарам. По аксессуарам у нас идет одна левая кисть. Вот она меняется с этой. Еще у нас идет меч. Вот такой он как получается. Палаш. Вставляется в руку он очень просто. Вот. Вот он у нас в руке. Хача! Хача! Так, и еще у нас идет арбалет. Арбалет у нас вставляется в эту руку. Сейчас попробую его поставить. Так, нужно чуть-чуть отогнуть клинок. Ставить арбалет. Да, вот так вот это все дело выглядит. Вот. Такс. Хоп! Хоп! Вот и у нас уже ассасин с арбалетом. Ну, арбалет тоже интересный сделан. Только он, я так понимаю, без заправленной стрелы здесь просто. Обычно. Стрелы нет. Жалко, кстати, что нету никакого здесь крепления для арбалета. Можно было бы его, конечно, идеальней было бы, чтобы он просто так, как он без стрелы, чтобы он хранился каким-либо таким вот образом здесь. Может быть и можно. Может я просто не понял, как его так прикрепить сюда. Но вроде бы нет. Вроде бы он здесь не крепится. Ничего такого нет. Вот. Такие вот аксессуары у нас. Ну вот, собственно, и все, ребят. Такая вот фигурка по серии Revelation Assassin's Creed. Довольно-таки неплохая, интересный костюм. Ну и вообще серия этой... Ну, это часть игры очень классная. Там еще, конечно, есть, я помню, сам собирал очень долго, получается, доспехи из хак-паши. Сполерить я не буду, не буду рассказывать, какие они, но они мне очень понравились. Они реально крутые доспехи. Вот. Так что, ребят, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok